В этом видео хочу поговорить про должников в школе. Что ж, добро пожаловать в новый ролик с историями из жизни, который многие из вас давно просили. Сегодня расскажу вам про таких пацанчиков, которые очень любят постоянно просить деньги в долг и не особо торопятся их отдавать. У меня со своих школьных лет таких историй я вам скажу немного, но те, что есть, я расскажу. Учился с нами один пацан, которому родители почти никогда не давали карманных денег. Мы тогда были в шестом классе, и почти всем, кто не сидел на школьном питании, родители давали по 50-100 рублей в день. На тот момент, если тебе давали 100 рублей, ты вообще мог считаться каким-то мажором. Потому что те 100 рублей тогда, в 2011 году, это не те 100 рублей, которые есть сейчас. Тогда 100 рублей могло тебе хватить на баночку колы в автомате, которая стоила 26, пицца в столовой у нас стоила 25, маленький пакетик сока вроде бы вообще стоил рублей 15, маленький батончик киткат стоил что-то в районе 20 или даже меньше. В общем, разгуляться на эти деньги можно было сполна. И так получилось, что большинству пацанов родители всё-таки эти деньги давали. А один пацан у нас всегда питался школьными обедами, и разумеется, вместо отвратительно школьных котлет, сука, никогда их не забуду, ему хотелось так же, как и все, ходить в буфет и покупать там всякие вкусняшки. Но родители у него были очень строгие и специально не давали ему денег, чтобы он не жрал в буфете всякую гадость, как они это говорили. И значит, что этот придурок начал делать? Он начал подходить ко всем одноклассникам и просить у них в долг по 50-150 рублей. На тот момент, я повторюсь, для школьников это были довольно внушительные деньги. И, понятное дело, занимали ему их не так-то уж охотно. Но он там чуть ли не на Библии, стоя на коленях, клялся, что вернёт их в следующий понедельник. Причём поступал он по-хитрому, подходил ко всем с просьбой занять денег тет-а-тет. То есть он думал, что другие пацаны не узнают, что оказывается он не только у них деньги занял. И в итоге что? Когда пришло время отдавать, он начал этот срок оттягивать. Также при этом клялся и божился, что, мол, гандоном будет, если не вернёт. Причём позанимал он тогда у доброй половины пацанов из нашего класса. Вроде бы кроме меня, потому что денег у меня тогда ещё особо и не было, и ещё кого-то. В итоге что случилось? Все пацаны об этом узнали, а один из них рассказал об этом своим родителям. И когда наступил день родительского собрания, эта самая мама, чей сын рассказал ей про эти долги, поведала об этом другим родителям, и бедная мать того самого пацана на собрании отдавала всем остальным родителям эти деньги. А самый прикол случился на следующий день. Оказалось, что большинство родителей, которым как бы мать того пацана вернула долг, вместо того, чтобы отдать этот долг своим детям, прикарманили эти деньги себе. Мол, зачем они детям нужны? Сука, всегда такие родители бесили. Особенно как у моего одноклассника, который сам был из бедной семьи, но бабушка у него была состоятельной. И она ему дарила на день рождения по 5-6 тысяч рублей. А родители у него эти деньги забирали, якобы под предлогом, зачем они вообще ребёнку нужны. Ну и короче, после этого случая этого пацана сначала долго недолюбливали. Но слава богу, он признал свою ошибку, сам накопил денег и раздал их всем пацанам, да ещё и на 50 рублей больше. Ему вроде бы бабушка на дыре подогнала двушку, не в смысле двухкомнатную квартиру, а в смысле 2000 рублей. Он как раз с неё долги и раздал. Кстати, если чё, этого пацана не Мурат звали. Потом у нас была ещё одна история. Но я её и до этого в роликах много раз рассказывал. Но это было вкратце, сейчас расскажу более подробно. Был у нас в школе один пацан, который всерьёз увлекался футболом. И вот он начал с класса так с 8-го делать ставки. Иногда чё-то выигрывал, иногда проигрывал, но всё это было по мелочи. Когда он уже был в 11-м классе, он разошёлся не на шутку. Начал ставить все свои карманные деньги и так же иногда выигрывал, иногда проигрывал. Хотя он больше пиздел, что он чё-то там выигрывает. Потому что деньги ему всегда давали родители, так как он был из достаточно обеспеченной семьи. И вот мы школу уже закончили, поступили в универы. И тут этот пацан начал всем бывшим одноклассникам писать вконтакте с просьбой занять по тысяче-полторы. А то и по две. А то и, короче, сколько не жалко. Обусловил он это тем, что якобы его отец сейчас находится в критическом состоянии. Ему нужна срочная операция в европейской стране. Пиздёж, мы подозревать начали чуть позже. Я всё-таки успел занять ему 120 рублей, так как больше у меня попросту не было. А подозревать мы его начали, когда сидели с другом, болтали по скайпу. И тут мы, так скажем, сравнили показания. Мне этот чувак написал, что его отец должен лечиться в Германии, а другу он написал, что в Латвии. Какое-то интернациональное лечение, ну да хер с ним. И был он прям настроен максимально серьёзно. То есть он даже предлагал встретиться, написать расписку, скидывал свои паспортные данные. В итоге я пообщался ещё с несколькими бывшими одноклассниками. Оказалось, что некоторые из них заняли ему и по три тысячи, и по четыре. И обуславливали это тем, но он же хороший парень из приличной семьи. Я думаю, ну ладно. В итоге проходит несколько месяцев, денег, разумеется, никаких от него не поступило. И тут мне в ВК приходит уведомление. С аккаунта того пацана пишет его мама. Мол, здравствуйте, скажите, сколько мой сын вам занял. Потом она возвращала всем на карту ту сумму, которую он у них занял. И объясняла их, что к счастью, у них никто в семье ничем не болел. И как оказалось, зачем этому пацану нужны были деньги. Он за пять тысяч купил у какого-то чертополоха прогноз на якобы договорной матч. Ну и скорее всего эти пять тысяч были у него последними. И он, возможно, был так уверен в том, что его ставка сыграет. Что для того, чтобы сделать эту ставку, начал занимать у всех своих бывших одноклассников деньги. Чтобы как бы потом и деньги раздать, и самому в плюсе остаться. Поэтому я думаю, он и был так уверен, что предлагал расписку. Ну и ясен хер, эта ставка у него не зашла, и все деньги он проиграл. Да-да, каперство, пока это еще не стало мейнстримом. Вы знаете, как бы цинично это не звучало, но мне абсолютно не жалко тех людей, которых кинули на деньги каперы. Мне может быть жалко сердобольную бабульку, которую по незнанию развели на ремонт окон. Но здорового 18-летнего бездельника, который не хочет нормально работать, а хочет зарабатывать легкие деньги, покупая какие-то липовые прогнозы у мошенников. Мне не жалко от слова совсем. Потом еще одна история случилась уже со мной, когда я учился в девятом классе. И денег у меня тогда взяла в долг моя одноклассница. Она была такой местной популярной девчонкой в школе, за которой бегали многие пацаны. Написала мне на летних каникулах, типа, привет, слушай, выручи, пожалуйста. Ты же там что-то работаешь, подрабатываешь. У меня типа у отца проблемы, мне нужно срочно два косаря в долг. Но я подумал, окей, выручу. В итоге че, после этого весь август смотрел ее инстаграм, а она там ходит с подружками, по макдакам, по старбаксам. Я думаю, ну ладно. В итоге в сентябре прихожу в школу, подхожу к этой девчонке, спрашиваю, ну собственно говоря, где? И тут я больше всего охренел от того, какую мину она скорчила. Типа, а ты че, меня не просто так выручил, что ли? Ну я же девочка. То, что я попросила в долг, это же была просто формальность. Ты что, не настоящий мужчина, что ли? Ну и она мне говорит, Слушай, ну где же я тебе сейчас два косаря возьму, я же не работаю. Я ей отвечаю, ты че, ебутая что ли? Ради, я не знаю, там, ухажеров своих на клянч. Наса... И вы знаете, в чем дальше был прикол? Я целый месяц напоминал ей об этих деньгах, и знаете, че случилось? Мне вконтакте пишет ее старший брат, типа, Че ты до девочки докопался? Какого хрена ты у нее денег просишь? Я такой слегка прихренел. Но я его, кстати, не боялся, потому что я знал, что, если что, мой уже старший брат за меня заступится. Если этот подсолнук будет на меня наезжать. Я ему говорю, ну ты тогда мне за нее деньги отдавай. Я тебе сейчас переписку перешлю, где она в долг у меня просила. Ну и короче, прикиньте, че выяснилось. Она, оказывается, своему брату нажаловалась, что якобы я у нее вымогаю деньги. Понимаете, да, всю глубину? Ну и в итоге ее брат передо мной извинился, сказал, что был не в курсе про долг. И также он рассказал, что у их отца не было никаких серьезных проблем. И как выяснилось, ну то есть, как я это понял, эта клуша просила у меня в долг, чтобы просто весь август тусить с подругами. Ну и ее брат потом мне эти 2000 вернул. А самый прикол произошел в конце. Я рассказал в классе нескольким ребятам об этой ситуации. И что вы думаете, никто из них относиться к ней хуже не стал после этой ситуации? Я вообще такой сидел в ахуе. Ну и последняя история произошла со мной совсем недавно, что, собственно говоря, и побудило меня снять этот ролик. Значит, был у нас в школе один пацан, с которым мы в средней школе постоянно конфликтовали. Он постоянно засирал меня за спиной. А в старшей мы вообще не общались. И вот недавно, посреди ночи, спустя 4 года, блять, как мы закончили школу, он мне пишет. Брат, срочно, займи десятку, гайцы бухим поймали, мне тут не хватает немного. Я такой думаю, чел, ты ебанутый? Я пишу ему. А ты с какого бодуна вообще взял, что у меня деньги есть? Не, как бы понятно, что они у меня есть, мне просто его мотивацию услышать хотелось. И его ответ меня просто убил. Ну бля, мне пацаны там твой инстаграм скинули. Ты же вон там на БМВ ездишь. Сказали, наверное, у тебя бабки лишние есть. Я просто с такой наглости выпал. Ты чё, чепуха, охренела, что ли, мои деньги считать? Ну у тебя же БМВ. Да хоть, блять, Роллс-Ройс, Фантом, тебя это каким боком вообще колышет? Я ему просто пишу, не стесняясь. А ты мне, собственно, кто? Лучший друг, жена, кто-то из родителей, брат, сват, я не знаю. Чтобы я за тебя сейчас спрягался. То есть в школе ты меня за спиной засирал? А теперь пишешь мне среди ночи, брат, выручай, меня бухово-абрыга на гаишнике остановили. И тут он мне в ответ. Блин, вот чё ты меня так не любишь? Ну выручи по-братски. Ну я тебе отвечаю, я тебе отдам. Я ему отвечаю. Давай определимся сразу. Люблю я только своих родителей и девушку. А к другим я либо нормально отношусь, либо не очень. А когда какой-то чувак, который в школе ко мне как говно относился, сейчас просит у меня 10 тысяч в долг, то к такому я буду относиться очень, даже не очень. В итоге я его просто в ЧС кинул. Серьёзно, пошёл ты в жопу, пусть я прав лишат, в следующий раз будешь думать. В общем, что тут хочу сказать по итогу. Этот совет касается не только школьников, но также и взрослых людей с широкой душой, так скажем. Никогда нахер не давайте никому в долг. За исключением только каких-нибудь самых близких друзей, в которых вы на 100% уверены. Но вот кому точно никогда не стоит занимать денег, так это вот таким вот нахлебникам, которые просто так с вами никогда не общаются, но если им что-то нужно, тут же начинают. «Брат, братан, братишка, выручи, век тебе буду обязан, всё до копейки верну». Нихрена они вам ничего не вернут, потому что они вас лохом считают. И вообще, научитесь впредь вырубать свою добрую овечку. Если к вам какой-то человек относится как к говну, это значит, что вы ни при каких обстоятельствах не должны ему ни в чём помогать. И не думайте, что если вы этого человека сейчас выручите, то он это оценит и впредь будет относиться к вам нормально. Нет, не будет, он как вас добрым лохом считал, так и будет считать. И он вам в случае чего не поможет. И когда подобные «брат, братан, братишка, выручи» пишут вам с просьбой занять им денег, я вам посоветую замечательный способ их затроллить. Присылайте им в ответ ссылку на сайт с микрозаймами. Или один раз, как я сделал, отправил ссылку на ххру. Замечательный сайт, всегда можно найти, где деньги взять. Что ж, и на этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не пропустить мои следующие видео.